Смотрите в выпуске «Вместе мы единый» благотворительный концерт в поддержку СВО прошел в Биробиджане. Единая система образования Школы Еврейской Автономной Области готовится к переходу на единую федеральную информационную платформу. Впереди турнир ДФО. В рамках федерального партийного проекта «Единой России» прошло первенство Еврейской Автономной Области по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Декада мероприятий ко Всемирному Дню памяти жертв Холокоста, катастрофы еврейского народа пройдет в автономии в январе. Благотворительный концерт «Вместе мы едины» в поддержку специальной военной операции собрал полный зал в городском дворце культуры. Инициатором мероприятия стал ГДК. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку военнослужащих, которые сейчас защищают страну от националистов на территории Донбасса. Для собравшихся в этот день в зале ГДК свои номера представили певцы, музыканты, шоу-группы и танцевальные коллективы города и области. В конце мероприятия ведущий обратился со словами благодарности ко всем, кто не может оставаться равнодушным к тем испытаниям, через которые сейчас проходит наша страна. Прошедший благотворительный концерт не станет последним. 5 февраля в 13.00 в городском дворце культуры состоится еще один концерт «Вместе мы едины» в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Андрей Пархамей, Денис Листюхин, Новости 21. Для упрощения пользования ранее внедренными образовательными приложениями, информационными платформами, Министерство просвещения и цифрового развития России создали единую – федеральный портал «Моя школа». Система внедряется в сферу общего и профессионального образования. Она связана с порталом госуслуги и региональными информационными системами. А пока единая платформа на стадии внедрения, педагоги используют разного рода приложения и сайты. Одни из них – всем знакомый электронный дневник и журнал. Какую тему мы сегодня с детьми изучали. Дети точно так же могут сориентироваться, когда будет проверочная работа или контрольная работа. То есть они могут уже заранее начать паниковать, когда им нужно подготовиться. Учителя гимназии номер один города Биробиджана показали, с каким еще количеством приложений они сталкиваются и используют в обучении. Я в своей работе использую такую платформу, как Логик Лайк. Она позволяет детям расширить кругозор, то есть выполнять различные задания, которые не входят в школьную программу и, соответственно, развивать логику, развивать у них другие умения, чтобы они могли лучше ориентироваться в окружающем мире. Еще одна платформа, которой опять же пользуюсь лично я – это Ленин Капс. Она позволяет самому создавать интерактивные задания по любому предмету, в любом виде. Какие-то из этих приложений будут включены в новую единую образовательную систему «Моя школа». К тому же портал выступит как вспомогательный материал или инструмент для объединения и получения доступа к обучающим материалам, видео, личным записям и документам учителей. Для нас будут проходить какие-то дополнительные курсы. Мы будем дополнительно получать информацию, возможно, также при помощи цифровых технологий. Без курсов, я думаю, что нам не обойтись. Но на сегодняшний день наши учителя очень хорошо развиты. И я думаю, что мы будем справляться и вникать в эту систему очень быстро. Теперь же российские школы смогут использовать только государственные информационные системы для обработки персональных данных учителей, учеников и их родителей. Портал создаст равные условия для получения качественного образования и проверенного контента на всей территории страны. То есть это такая мощная система, которая позволит максимально органично обеспечить организацию образовательного процесса в каждой образовательной организации. И тем самым обеспечить внедрение всех требований Федерального государственного образовательного стандарта в любой школе вне зависимости от ее удаленности. Начиная, как говорите, от центральной части России, так в том числе и от центра субъектов федерации. Помимо электронного дневника и журнала, то, чем уже привыкли пользоваться, туда войдут электронная библиотека, цифровой профиль ученика с его результатами, личные кабинеты, встроенная система коммуникации, такие как чат или видеоконференц-связь. К 2024 году в системе планируется представить материалы по всем учебным предметам для всех уровней общего образования. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. В Биробиджане, в спортивном зале комплекса «Союз» в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия» прошло первенство Еврейской автономной области по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Сегодня есть такой проект замечательный «За самбо», который как раз так и поддерживает вас, вас молодым, кто хочет стать сильным, здоровым, успешным, поэтому участвуйте, соревнуйтесь, тренируйтесь, а мы вас будем поддерживать и помогать. Соревнования стали отборочными на чемпионат Дальневосточного федерального округа. За право войти в состав сборной ЕАО боролись 36 участников, которые представили все муниципалитеты области. Популярность борьбы самбо, она становится все больше и больше. Теперь очень много внимания уделяется нашему виду спорта. Наш российский вид спорта, вид спорта носитель русского языка во всем мире, вид спорта один из сильнейших единоборств, который представляет нашу страну. Поэтому я только рад, обороты набирают, детей приходит все больше, больше и больше. Самбо становится все более популярным видом спорта в автономии. Такие положительные эффекты от регулярных занятий, как развитие ловкости, силы, выносливости и общее улучшение здоровья, помогают родителям сделать выбор в пользу этого вида единоборств и привести своего ребенка в секцию. Уже сейчас в области самбо занимаются около 400 детей. У нас существуют программы для малышей именно. Мы проводим один раз тренировку в неделю, им для детей с четырех лет набираем. Они у нас занимаются в основном акробатикой, подготовочными упражнениями и потом в дальнейшем им уже легче адаптироваться и легче осваивать уроки самбо. По итогам первенства были отобраны семь лучших борцов у юношей и три у девушек. Теперь эти спортсмены войдут в состав сборной автономии и представят область на чемпионате ДФО, который пройдет в Хабаровске с 30 января по 2 февраля. Андрей Кирюшин, Андрей Пархамей, Денис Листюхин, Новости 21. Сегодня на Авторадио говорили о начале декады памятных мероприятий, которые пройдут в Биробиджане и районах ЕАО, и будут посвящены Всемирному дню памяти жертв Холокоста – катастрофы еврейского народа. Решением ООН эта дата отмечается 27 января, в день, когда советские войска в 1945 году освободили узников лагеря Освенцим-Аушвиц. О злодеянии гитлеровских нацистов, уничтоживших миллионы евреев, в еврейской автономии не дадут забыть в ходе самых многочисленных мероприятий самого разного формата. Очень много у нас событий. Я посчитала эти события в нашем сводном плане. У нас получилось 388 мероприятий. Из них 335 событий, мероприятий, которые запланированы нашими образовательными организациями, то есть сферой образования, и 53 сферы культуры. Но не значит, что их будет 388. Их будет в разы больше, потому что в прошлом году у нас было тысяча мероприятий. В целом, Татьяна Анатольевна отметила, что в проведении уроков Холокостов, формировании должного отношения к трагедии, наша область имеет уникальный и передовой опыт, которым интересуются сейчас общественники и педагоги многих регионов России. В частности, методическая разработка учительницы из Бобстова, Сефирова и Зубайдат, вышла в финал федерального конкурса, который проводит научно-просветительский центр «Холокост». В Биробиджане и районах пройдут митинги и уроки памяти, театрализованные постановки, выставки рисунков под единой темой «Холокосту нет». Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова